В ходе рабочей поездки в Каменецкий район губернатор региона Константин Сумар посетил Открытое акционерное общество «Беловежский» и Открытое акционерное общество «Агропродукт». Оба предприятия сегодня находятся в процессе активной модернизации. На одном из них, благодаря новой установке по сушке зерна, сократили количество задействованных работников в разы, при этом не сэкономив на качестве. А на втором уже совсем скоро в полную мощность заработает новый завод по комплексной переработке масленичных культур. Его оборудование позволит сократить потери при отжиме семян до минимума. Эти нововведения важны и необходимы для развития и поиска дополнительных рынков сбыта. Сейчас трудно сказать, что мы ту задачу, которую поставил президент нашей страны перед нашей областью, перед предприятиями, по модернизации сделаем эффективно, потому что эта работа раскручивается. И уже результаты этой модернизации будут видны тогда, когда предприятие, которое начинает свою модернизацию, оно выйдет на финишную промойку, когда уже заработает. Вот и сегодня, вы уже видели, мы были на агролитпродукте в Каменецком районе. Оно как раз уже на выходе. И вот эта предприятие заработает уже где-то месяцев через 3-4, и тогда оно будет очень эффективно работать. То же самое, как мы были в Беловецком на новом репродукте, который они уже закончили. В принципе, это модернизация, технология, это работали. В своем выступлении перед трудовым коллективом открытого акционерного общества «Беловежский» Константин Сумер рассказал о положении дел в области и объяснил, почему предприятия так нуждаются в модернизации. Усовершенствование производств сегодня необходимость. В условиях серьезной конкуренции промышленному комплексу «Берестейщины» необходимо максимально уменьшить энергозатратность, при этом сохраняя и улучшая качество готовой продукции. Задача не из простых, но ее решение при грамотном подходе можно и нужно находить. Модернизация идет, и без ее невозможно. Без ее невозможно потом экономически эффективно работать, тем более при едином экономическом пространстве, которое у нас есть, Россия и Казахстаном. А Россия без пяти минут, она уже как раз находится в Европейском Союзе. И вот нам придется уже конкурировать в связи с этим, именно с предприятиями Европы. А там эффективность, я об этом говорил сегодня и работникам Беловеска, намного выше. Транспортные и жилищные проблемы – основные темы обращений граждан, которые пришли на личный прием к губернатору. Вопросы эти для людей наболевшие, а потому подходить к их решению необходимо грамотно и продуманно. Ни одно из обращений не осталось без ответа, и результатом диалога стал примерный план действий местных властей по урегулированию вопросов. Но, как подчеркнул глава региона, все решения должны быть приняты в полном соответствии с действующим законодательством. То есть, идти навстречу людям в обход закона власть не имеет права.